В прошлого раза осталась задача про три числа. И вот здесь будет проблема. Проблема будет, ребята, в том, что когда мы с вами сейчас выпишем несколько первых чисел, то довольно трудно будет догадаться ту форму, которую нужно доказывать. То есть, понимаете, если бы нам дали что доказать, то мы бы все доказали. Помните, есть такая сказка про Маугли, там медведь в какой-то момент за офигенно гнался, и у него там была такая фраза «дайте мне только добраться до вас». Помните? «Дайте мне только добраться до вас», «боглые в андаргонии», «я вас всех своими лапами». Но они далеко там, где ты, и до них не наберешься. Здесь проблема. Будем ли мы сейчас пытаться добраться, будем ли мы сейчас пытаться сформулировать эту самую гипотезу, или мы с вами пойдем каким-то другим способом. Дело в том, что здесь есть трюк очень несложный. Можете ли вы сформулировать гипотезу. Надо посчитать для этого несколько первых значений. Ну и посмотрим. Единица, деленная на одиннажды, дважды, три, это понятно, одна шестая. Одна шестая плюс единица, деленная на дважды, трижды четыре. Это на самом деле что такое? Это одна шестая плюс одна двадцатьчетвертая. Это удивительная штука, это пять двадцатьчетвертых. Теперь в числу пять двадцатьчетвертых я должен добавить единицу, деленную на нижний четыре, нижний четыре, нижний пять. Ну, это шестидесятая, а здесь двадцатьчетвертая, поэтому знаменатель общий будет сто двадцать. Здесь такая штука, здесь будет на пять умножаем, нижний двадцать пять, а здесь плюс два. Это будет двадцать семь сто двадцатых, можно на тройку сократить, получится девять сороковых. Ребят, я вещал, что закономерность, ребят, не очень, что такое девять сороковых. Совершенно непонятно. Ну, ладно, девять сороковых, пошло следующее слагаемое. Ага. Четырежды пятью шесть. Так, четыре на пять на шесть, это сто двадцать. Здесь будет двадцать семь плюс один, здесь будет двадцать восемь сто двадцатых. Или можно на четыре сократить, это будет семь тридцатых. Закономерность вообще не нужна. Там был знаменатель шторок, а теперь знаменатель тридцать. Нет, ладно. Семь тридцатых и единица, деленная на пять, шесть и семь. Это, кстати, двести десять, поэтому это будет пятьдесят куксот десятых, то есть пять двадцать первых. Будут пять двадцать шесть, а то стало пять двадцать первых. Нет, а это издевательство. Знаменатель еще раз уменьшился. Последнее число считаю. Пять двадцать первых, а здесь числа шесть, семь, е восемь. Триста тридцать шесть. И, соответственно, надо умножать пять двадцать первых, считать это на шестнадцать. Двадцать семь, сто двенадцать. Я обещал, что будет плохо. Пожалуйста, проверьте, может, я уже везде ошибся. Нет, такие. Вот, потому что души называются так не играют. Я правильно так, да? Вот, так не играют. Я подогнал, пожалуйста. Ну, между прочим, ребята, работа ученого, любого нормального ученого, это всегда вечное разочарование. Вообще, вы знаете, как выглядит жизнь не у преподавателя, а у ученого исследователя? Открытие реализации? У него есть задача. Нет, у него есть задача. Он ее решает. Решает, решает, решает. У него не получается. Он ее опять не получается. Он ее решает, решает, решает. Потом он видит, что все несколько лет он занимался ерунтой, потому что на самом деле было так. Потом он ее решает, решает, решает. В какой-то момент вдруг, ух ты, понял, решил. Счастливый садится, пишет статью, я решил такую задачу, вот на самом деле, если взять тот и тот, то будет тот. Замечательно, счастливый, веселый, послал статью в журнал. Вот, после этого берет следующую задачу и опять ничего не понимает, сидит, решает, решает. Ребята, те из вас, кто считает, что ученые каждый день ездят и получают победительские премии, на самом деле не вполне правы. Номерные премии дают мы всем, а вообще-то в норме человек действительно вот так вот всю жизнь мучается, решает. И поэтому очень важно, когда вы занимаетесь наукой, получать удовольствие не от того, что вам дадут номерные премии, потому что, скорее всего, с этим не дадут, а получать удовольствие от самого процесса, от своей работы, понимая, понимая, что с огромной вероятностью то, что вы делаете, окажется никому не нужным, потому что вы проверяете одну из многих-многих-многих гипотез, и, так сказать, результат хороший будет получен. Но, скорее всего, он будет получен не вами, а так кем-то, потому что огромное количество людей и не очень много Нобелевских премий. И более того, ребята, по математике Нобелевских премий вообще нет. Знаете, да? Математики есть свои. Филдсовская премия, там еще некоторые премии Абитер, вот. Но дело не в этом. Любая работа ученого – это в первую очередь работа, и в миллионную очередь это, что называется, получение результата, площадь счастливого результата, потому что чаще всего вы смотрите на эти числа, смотрите и ничего не видите. И вот пройдет, я не знаю, сколько-то лет, кто-то придет и скажет, а на самом деле числа были такие, а на самом деле, аргономерность была такая. И вы поймете, какие же глупости вы делали все это время. В Сорене Нобелеве была огромная, конечно, ситуация, когда люди тратили свои силы годами, десятилетиями на штуку, которая потом оказалась абсолютно неправильной. Например, слышали такую фамилию Геттера? Да. Голлив потратил год на штуку. когда у него были результаты настоящих определений в астрономии и технологии, то он смотрел, какие периоды обращения планет вокруг Солнца, какие расстояния планет вокруг Солнца. И в то время планет жила около столько же известна, сколько правильных многогранников. И он подумал, а вот интересно, если представить себе, что одной планете соответствует один правильный многогранник, а другой планете другой, как их вписать один многогранник в другой, чтобы получить вот именно эту последовательность радиусов планеты. И искал, подбирал эти числа, в момент нашел, подобрал так правильные многогранники, подобрал так картинку, чтобы планеты, вот, нашел закон, но, между прочим, он был честным ученым. И поэтому, когда он нашел этот закон, он не остановился на том, что вот я нашел закон, теперь давайте все выключить закон Кеплера, и больше вообще не надо называть, все, я уже нашел закон. Нет, он продолжал думать дальше. И в какой-то момент понял, что все на самом деле не так. И законы Кеплера, которые сейчас учат в школе, звучат совсем непроправильными многогранниками. Один из законов Кеплера звучит так. Планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам. Он этот закон сначала придумал не так. Он сначала сформулировал его, этот закон, так. Планеты движутся вокруг Солнца по окружностям. Но Солнце не в ценности. А вот так. Дело в том, что у Кеплера не было современного нам с вами представительского телескопа, который там с фантастической точностью дает все. Кеплер оперировал тогдашними измерениями, когда, между прочим, иногда даже зрение просто обычным глазом получалось измерить точнее, чем останичный прибор. Хотя астрономия типа братья была чуть-чуть самой лучшей в мире, но тем не менее, даже тогдашней точности, даже того, чтобы Кеплера была. Не хватало, чтобы понять, что вот эта траектория, в которой Земля летит вокруг Солнца, на самом деле является эллипсом. Все, что тогда видели, это что-то такое очень близкое к окружности. Очень близкое. Вы учтите, наблюдаете, Земля все время сдвигается. Это сейчас легко. У вас есть космические корабли, у вас есть компьютеры, все это посчитать. А они все это считали вручную вообще. И вот, и так, казалось, что Земля летит вокруг Солнца по окружности, но Солнце наблюдалось, довольно все-таки сильно сдвинутым. И поэтому Кеплевскому лету, но Солнце не в центре, есть такая фигура эллипс. У эллипса есть фокус. Ну, я сейчас не могу это точно с подобностью. Это интересная история. Почему этот стрим фокусов увидеть намного легче, чем отличие самого к окружности. Не хочу сейчас углубляться. И вот, и он в результате сформулировал, что это эллипс, и Солнце в фокусе эллипса. И дальше он сформулировал, видите, вот этот свой известный закон, что площадь, которого за одну и ту же единицу времени, если это за час, или за день, или за месяц, проходит у вас планета, за одно и то же время эти площади равны. Насколько это далеко от многогранников. Правда? Абсолютно не похоже. А это один тот же человек. Он абсолютно серьезно исследовал. И сначала он думал, что вот в Дарене как-нибудь правильно многогранники приспособлены. Исследовал, исследовал, придумал хорошую модель, но потом сам же понял, что все-таки она не работает, все-таки это было неправильно. И придумал другую модель. И придумал этот закон, а на основании этого закона потом Ньютон придумал закон Ньютона движения тел, а потом придумали и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, типичная работа ученого, это работа с разными футболами, огромное количество статур окажется потом в Сынной Ньютон. Понимаете? Работаете, 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 и вы должны это проверить, и это проверить, и это проверить. И кому-то повезет, кто-то действительно поймет правду, кто-то как, я бы так, сначала придумал неправильный закон, а потом сумеет придумать правильный закон. Оказывается, вот эту задачу, когда знаменатель два числа можно было решить совсем по-другому, чем мы решили, без индукции. Подсказка. Я сейчас напишу вам такую штуку. Единица минус одна вторая, это одна вторая. Все согласны? Замечательно. А вот скажите, пожалуйста, сколько будет одна вторая минус одна треть? Это одна шестая. Это одна шестая. А сколько будет одна треть минус одна четверть? Одна двенадцатая. Одна двенадцатая. Ну и? Ну и? А вот я эту штуку запишу как разность одной капли и одной каплю сперта. Ребята, без всякой индукции напишу решение. Это очень красивая вещь. Надеюсь, что вы это запомните на всю жизнь. Если не запомните, то вам еще много, много раз объяснят, потому что невозможно учить математику, если это не знаешь. Итак, пишем все. Вместо первой тропе, там где была одна вторая, вместо пишем единица минус одна вторая. Я имел право это сделать? Имел или нет? Имел. Отлично. Вместо следующей тропе, единицы девять на двадцать треть, я пишу одна вторая минус одна треть. Вы уже догадались. Тут будет одна треть минус одна четвертая. Здесь будет одна н минус первая минус одна н в конце мы же дальше подышали не я знаю. Я понял. Если я даю подсказку, то, наверное, разумно давать подсказку не в той задаче, которую мы решаем, а в той, которую мы уже решили. Разумеется, мы решаем не эту задачу. Ребята, вы посмотрите, что получается. Один минус одна вторая, минус одна третья, плюс одна третья, минус одна четвертая, плюс одна четвертая, и так далее, и так далее. Что получает со светлыми дробями? но не совсем у нас. Понимаете, огромное количество таких дробей уничтожается, правильно? Они есть и с плюсом, и с минусом. А что у нас входит, что у нас осталось с плюсом, и что у нас осталось с минусом? Да. А с минусом самое последнее, одна н плюс первая. Молодцы. Ребята, мы получили тот самый ответ. Потому что единица это н плюс одна, н плюс первая. Вот вот и добрее. Как похоже можно записать дробь единица деленная на к к плюс один и к плюс два. Ведь здесь секрет успеха, кстати, я боюсь, что кто-то может слишком плохо знать школьную программу, чтобы понять, что я сейчас сделал. Поэтому давайте не лично никого пальцем я еще раз напишу должность, по которой вы сейчас пользуетесь. Из одной х, когда вычитаешь одну х плюс первую, то это то же самое, что из дроби х плюс один разделить на х и х плюс один, вычитаешь х, деленный на х и х плюс один. А это то же самое, что когда из х плюс один вычитаешь неделючно х на х мч один. То есть единица деленная на х плюс х плюс а пожалуйста те кто не понял спешите это просто важная должность х совершенно несложная. Так вот сейчас аналогично надо понять понять как же быть с до единицы деленная на х х плюс 1 х плюс 2 аналогично повторяю надо обработать предложение единицы деленная на х плюс 1 к 2 1 деленная на х х плюс 1 минус 1 деленная на х плюс 1 х плюс 2 давайте приведем к общему знаменателю это несложная работа по алкогрессу х х плюс 1 х плюс 2 здесь то же самое х х плюс 1 х плюс 2 что произойдет когда вы из числа х плюс 2 что будет вы число 20 что теперь внимательно посмотрите что произошло я могу обе части разделить на двойку и у меня получится что интересующая меня дробь дробь в которой знаменатель это х плюс 1 и х плюс 2 это половина разности между разности 1 и 1 и 1 и 1 1 и 1 1 1 и 1 и 1 1 и 1 и 4 и так далее и я каждую из этих дробей на что заменю понимаете или нет 1 и 2 минус 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 99 и 100 и 100 и Ребята вы поймите вот эти штуки уничтожатся и дальше уничтожатся и вот это уничтожатся а что останется так первое и последнее то есть надо будет из одной второй вычесть вычесть единицу деленную на десять тысяч сло так я давайте вернусь сюда потому что интересно проверить наше ответ скажем девять сороковых это правда или неправда давайте посмотрим а то второе я один раз вынесу сразу тогда будет так 1х2 минус 2х3 минус 3х4 и 3х4 минус 4х5 так вот эти уничтожаются остается господа разность между 1х2 и 1х2 и 1х2 1х2 это 10х2 то есть 9х2 9х2 отлично интересно а 27х112 я напутал или не напутал давайте посмотрим что здесь будет 1х2 и дальше пойдет как 1х2 минус 1х2 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 минус 1х3 плюс и так далее в конце пойдет единица деленная на 6х7 минус единица деленная на 7х8 то есть реально будет так 1х2 умножить на 1х2 минус от 2х6 так двойка это 28х6 значит будет 27х6 потрясающе 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 оказывается все понятно действительно 27х112 как бы там это насчитали теперь пора писать формулу окончательно и соответственно мы мы с вами рады что это будет сумма когда число k пробегает значение 1х n в знаменателе стоят числа k k плюс 1 и k плюс 2 это то же самое что одна вторая а здесь стоит единица деленная на 1х2 минус единица деленная на k плюс 1 и k плюс 2 k пробегает все натуральные числа то сумма будет равна а вот если взять сумму по всем натуральным числам то здесь множители k k плюс 1 и k 2 вот смотрите что будет происходить при большой k я все таки задам вопрос а если делить не на k а на k в квадрате какой будет ответ благодаря делим на k в квадрате на трех включение математики велики оказывается это p в квадрате разделить на 6 p вы знаете что такое отношение длины окружности к длине ее диаметре это замечательное что на первый взгляд вообще нет никакой связи между окружностью и числом 1 1 4 1 16 а вот оказывается что если числа сложить то получится такой вот замечательный ответ что он не 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 Продолжение следует...